всем огромный привет друзья добро пожаловать на мой канал и в этом видео вас ждет очередная порция мотивации на домашние дела в этом видео мы с вами испечем превосходный домашний хлебушек который делается очень быстро наведем в спальне порядок также я похвалюсь своим заказом от компании василёк ну и собственно такие мелкие какие-то домашние дела и очередная рутина девчонки заказала в этот раз себе подушку потому что ну моя подушка мягко говоря превратилась вообще непонятно во что видите да эту подушку я покупала еще в липецке где-то там в каком-то магазине это не ивановский текстиль вот поэтому но она уже вот выжилась свои сроки все поэтому решила обновить вот такая вот подушечка здоровый сон защита от бактерий подходит для сна на боку и спине подходит для аллергиков и легкий уход то есть можно стирать машинки представляете вот мне очень понравилось пока эта подушка вот так вот он называется смотрите вот такая вот этикеточка и написано 50 на 70 бамбуковое волокно наполнитель производитель ивановской области город комсомольск но она кстати такая вот мягенькая мне кажется она будет очень комфортно в общем не знаю с вами поделюсь тогда я надеюсь мне понравится будет комфортно потому что когда подушка неудобно и болит и шея по утрам и болит голова поэтому мне кажется подушка это тоже немаловажный такой фактор для сна и заказала вот такой постельное белье это поплин я вам говорила про него решила воспользоваться случаем и заказать причем вы знаете такая расцветка сканди мне очень понравилось само название сканди а вот и на к фотографии смотрелся поплин хорошо сейчас я все постелю и причем в этот раз я заказала просто на резинке вот я была очень довольна что девчонки мне перезвонили и предложили просто на резинке спросили высоту матраса спросили размер матраса это все учли сейчас вот все застелю и вам покажу ну и собственно приступаю к замене постельного белья вот такие у меня наволочки 50 на 70 они на молнии что касается наволочек то очень удобно когда они на молнии то есть ничего не сбивается и что хочу сказать отметить что васильке очень хорошо отшивают наволочки они прямо идут по размеру то есть не велики не малы все очень комфортно и девчонки это просто конечно не знаю маст хэв теперь для меня просто на резинке насколько же это удобно во первых и заправлять кровать удобно и и вот после проведенных ночей на кровати я поняла большую разницу между обычной простынью и на резинке она не сбивается и ткани вот это поплин она очень приятная к телу прям очень очень мягкая такая что хочу сказать отметить что конечно поплин а мне кажется больше подходит для летнего сезона она такая немножко прохладная сатин в этом отношении ткань поплотнее и потеплее так ну что друзья постелила я комплект что вам хочу сказать здесь у меня получается два пододеяльника в этот раз я заказала из одной серии один из них идет как в упаковке стандартная комплектация так скажем он на молнии а второй я заказывала уже отдельно по названию и он без молнии поэтому когда будете заказывать учитывать и вот этот момент у меня в принципе знаете особо не не принципиально есть молнии или нет она никакой роли особо не играет вот сам комплект он такой приятный для глаз то же время он вроде бы такой пятнистый да то есть пятнистый но он очень приятный для глаз у него такой цвет оливковый я думаю камера передает мне кажется камера провод передает точь-в-в-точь как на самом деле он смотрится и это поплин я повторяюсь и ткань очень мягкая очень такая приятная чем-то схожи с сатином единственное мне кажется сатин все-таки поплотнее и мне кажется вот он поплин вот этот он тоже мяться сильно не будет в общем я довольна заказом обязательно вам ссылки все оставлю под видео если вам понравилось переходите я кстати очень долго листал и листала там несколько страниц чтобы найти из-за постельного то что мне действительно понравится никакие вот эти цветы я не знаю там города узоры я этого не особо люблю вот а вот такое вот что-то видите скандинавское мне очень понравилось так же хочу вам поделиться с вами поделиться показать вам вот такой свитшот который я заказал для валеры он в пятьдесят восьмом размере хочу вам сказать что размер в размер прям идеально все ему подошло вот такой вот качеством тоненький я взяла ужин так на весну ходить вместо какого-то свитера кофты стоит совсем бюджетно что-то 650 рублей мне очень понравилось и вчера он только пришел с работы я сразу к нему с подарками бегу и перед нашим ужином таким праздничным я не праздничном а романтическим так скажем я ему решила подарить вот такой свитшот он был очень довольный кто не видел подборку моих рецептов праздничных подойдут кстати рецепты на 23 февраля можно использовать под 8 марта обязательно проходите смотрите ну и себе заказала нижнее белье тоже там нормальные у них плавки и трусики это качество хэбэ мне очень нравится у них заказывать нижнее белье цены бюджетные и качество достойно ну и сегодня у меня по плану стирка причем грандиозная была стирка сегодня я перестирала все грязное постельное белье и кухонное полотенце и какие-то еще вещи в общем по собрала и у меня полностью забилась вот эта моя сушилка раскладная вообще конечно очень люблю сушить и я белье на улице но так как у нас сейчас аномальные снегопады и я просто с этой сушилкой элементарно не выйду да и белье просто напросто замерзнет хочу показать вам друзья как у меня сейчас выглядит лаванда которую я посадила вместе с вами смотрите поддерживаю влажность то есть с того момента как я посадил я ни разу еще не опрыскивала потому что здесь очень влажно и всходы появляются постепенно то есть не в один день вылезают все семечки какие-то проклюнулись прямо у меня на третий день эти вот появляются только сейчас спустя несколько дней но в целом пока вроде бы все нормально главное переизбыток влаги не должен быть иначе будет черная ножка то есть грибковое такое заболевание которое ну разрушит просто маленькая растюшка и она погибнет вот вот так накрываю но проветриваю раз в день то есть я открываю видите уже пленка цепляется за росточки это одни есть хорошо проветриваю буквально 15-20 минут и снова вот так накрываю конечно же это постельное белье я перестировала погладила и вот я снова заправляю кровать очень приятная на ощупь ткань мне очень понравилось ну и заправляю кровать в привычном обличье и так скажем знаете вот этот оливковый цвет он все-таки как-то вот освежает мне кажется саму комнату я люблю когда много зелени сразу комната играет по-другому что-то такое прям живое ну и наконец то у меня дошли руки убрать на место чемодан конечно здесь в этом доме места мало для хранения и вот я залезла на стремянку для того чтобы протереть холодильник использую такую спрей ну развожу с водой обычные спрей для чистки и мытья кухонных поверхностей и также думаю заодно протру вот это окошко над входной дверью там у меня стоит икона в общем решила просто от пыли протереть вот не в инстаграм задают часто вопрос какую входную дверь ставить друзья не экономьте никогда на входной дверей у нас стояла до этого торекс а здесь такая вот знаете дешевенькая дверка от застройщика и результат вы уже видите собственно это вода и конденсат очень сильный который висит даже на вот этом вот ламинате потому что такая дверь не рассчитана на такие морозы которые у нас сейчас происходят в краснодаре ну и соответственно летом жару такая дверь будет пропускать всю жару в дом и будет сильно очень нагреваться поэтому я только за торекс ну а внизу соответственно вы можете наблюдать вот такой лед это налить потому что плохо герметично плохо за герметизирована резинки вот даже подставила руку дует слишком сильно эх но сейчас плавно с вами перемещаемся на кухню я предлагаю вам приготовить домашний быстрый хлебушек делается он из доступных продуктов он будет у нас с луком если лук не любите можете этот этап пропустить ну и собственно первым делом нужно замесить тесто я использую свой кухонный комбайн очень часто многие у меня сейчас спрашивают как у меня называется миксер планетарные это маулин x визу и и мощность его 800 ватт я просто ставлю насадку крюк для замешивания теста вылила молоко засыпала дрожжи влила растительное масло в этот рецепт яйца не идут и что хочу сказать что тесто получилось очень мягким эластичным и очень долго хлеб не черствеет видимо из-за того что там нет яиц я вот так вот венчиком хорошо все перемешиваю для того чтобы растворились соль сахар и дрожжи и теперь нужно будет всыпать муку но муку я решила предварительно просеять вообще советую просеивать всегда муку я делаю один раз кто-то просеивает по два раза в принципе одного раза мне кажется будет достаточно и всыпаю уже в комбайн просеянную муку замешиваю тесто конкретно этого количества хватает чтобы тесто получилось эластичное не забитое не сильно крутое мне прям понравилось и также я решила добавить специи у меня семена кинзы нас угостили большим пакетом с семенами кинзы и вы знаете это такая пряность очень ароматная то есть с ней нужно быть аккуратнее я добавила буквально где-то половина чайной ложечки но мне кажется можно было добавить чуть меньше а семена льна я добавила целую чайную ложку с горкой ну вот пока у меня тесто замешивается этим временем я очищаю лук у меня как видите пакетик такой в которой я складываю шелуху от лука потому что впереди у нас пасха я всегда собираю вот эту луковую шелуху для того чтобы окрашивать яйца вы знаете какими только красками я не пользовалась для окрашивания яиц каких-то к современных у меня красителей не было возвращаюсь я все равно к старому бабушкиному проверенному способу это окрашивать в луковой шелухе мне кажется какие-то даже они вот особенные эти яйца получаются что-то такое вот веет от них каким-то теплом вы знаете детством как вот мы с мамой тоже окрашивали яйца всегда никогда не использовали никакие другие красители так что-то я разболталась ладно до пасхи еще далеко нарезаю лук кубиком и отправлять буду обжаривать его на оливковом масле можно еще добавить кусочек сливочного масла будет тоже очень вкусно сильно лук не зажариваем для того чтобы он сильно не подгорал но в то же время его пассируем до образования такого характерного вкусного запаха лука и этот обжаренный лук я отправляю снова к тесту и еще раз хорошо все вымешиваю вот такое эластичное тесто получается далее мне нужна будет вот такая корзина либо какое-то блюдо будем отправлять тесто на расстойку я застилаю полотенцем и полотенца припыляю мукой теперь формирую из теста вот такой шар руками и отправляю получается гладкой стороной вниз нам нужно накрыть полотенцем и отправить тесто на расстойку я обычно использую духовой шкаф включаю там лампочку и получается там комфортная температура проходит где-то час буду использовать вот такую круглую форму для выпечки пиццы застилаю пергаментом и смотрите через час как поднялось тесто оно стало очень нежным таким мягким пушистым легким и вот таким образом я переворачиваю на тарелку убираем полотенце и нужно взять либо острое лезвие либо острый нож как в моем случае и сделаем вот такой крестообразный надрез сверху на хлебе конечно ничем хлеб мы не смазываем ничем не посыпаем просто вот таким образом подготавливаем заготовку и накрываем еще раз полотенцем отставляем сторону пока на 20 минут далее я буду выпекать при температуре 220 градусов первые 10 минут и накрываю вот такой металлической посудой и через 10 минут я блюдо убираю дальше допекаю уже против при температуре 180 градусов 25 минут у меня выпекалась хлебушек самое главное его не передержать не пересушить иначе просто вот эта корочка сверху она будет слишком жесткой ну и пока выпекается у меня хлебушек этим временем я решил приготовить суп с фрикадельками в заморозках у меня был фарш из индейки и вот сейчас я с помощью влажной такой мерной ложечки пластиковые я формирую фрикадельки обычно знаете я в такой суп кладу либо вермишель тоненькую но сегодня решила добавить картофель нарезанный кубиком также сегодня добавляю лук и морковь я не пассирую но такой более диетический суп получается и вот за это время пока еще варился суп у меня испекся вот такой хлебушек девчонки хлеб просто бомба души вам рекомендую возвращаюсь к супу и добавляю вермишель звездочки буквально варю еще две-три минуты ну и в принципе супчик готов мне кажется такой суп любят и взрослые дети и он всегда просто улетает у нас в лед ну вот такой вот у нас сегодня обед это супчик и свежий домашний хлебушек конечно после обеда я обрабатываю стол вот этим средством для мытья кухонных поверхностей протираю все убираю крошки и кладу вот эти вот салфетки под приборы на стол так же еще сегодня я решила приготовить котлеты которые также у меня были в заморозке я их обжариваю на растительном масле под крышкой ну и на гарнир я позже отварила гречку вы знаете сегодня так закружилась целый день во первых с этим хлебом потом стирки было очень много и как с утра вот у меня была мысль заняться уборкой и все никак руки не доходили как видите уже на улице темно я все-таки решила про пылесосить в спальне и сделать влажную уборку потому что я в спальне стараюсь часто очень делать влажную уборку практически через день потому что у меня такое ощущение что постоянно какая-то пыль летает постоянно это кошачья шерсть а вы знаете еще сейчас кот стал очень сильно линять я не знаю с чем это связано друзья мне кажется то ли зимой они всегда так и линяют к весне готовится не знаю в общем его шерсть просто повсюду и поэтому мне приходится пылесосить практически каждый день мыть буду полы средством от faberlic я давно покупаю уже вот это универсальное средство концентрированное для полов и стен он имеет такой нейтральный аромат придает знаете такую глянцевую поверхность ламинату потому что содержит в себе эфирные масла и вот артикульный номер вы сейчас видите на экране и сделала еще влажную уборку и помыла полы в спальне фейс дома коза стома дэй века а к сморо смог фанабейка дескал сири санса на фанабинда окей она рать и дебе дэй окей она рать и дебе дэй ну как я мыла на кухне я уже оставила за кадром потому что было уже очень поздно как видите у меня сушилка уже вся ввешена бельем много я до сегодня стирал повторюсь и вот под конец дня я уже решила брать и на кухне и помыть полы на кухне вообще впереди у меня прям грандиозные планы по такой генеральной уборке уже к весне давайте наверно вместе готовиться с вами к праздникам к 8 марта там уже и пасха не за горами вот и наведем с вами чистоту наверное буду снимать шторы стирать немножко сейчас погода наладится постираем шторы помоем окна ну и может быть расхламимся хотя вы знаете я расхламлялась уже перед переездом принципе мало что есть выкинуть но мне кажется у любой хозяйки обязательно найдется то что можно выкинуть на сегодня девчонки буду с вами прощаться всех вам благ здоровья берегите себя мы с вами скоро увидимся всех обнимаю пока пока кера сейчас я и сам и здесь ну кей и башь ма и то башь ма и дома коза ма да и и и и